Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня хотел бы просуждать на такую тему, как разные люди, разное общение Бога с людьми, разные пути воздействия Бога на людей, и даже в таких моментах, как исцеление. И прежде всего, конечно же, индивидуальность людей – это очень ценное качество. Люди неповторимы. 7,5, примерно, миллиардов людей, и каждый человек не похож на другого, ни внешне, ни по характеру. Это удивительно. И Бог знает каждого человека, и с каждым человеком Бог хочет разговаривать, и говорит Бог с людьми по-разному, и даже исцеляет их по-разному. И вот такие короткие осуждения я хотел бы из Библии привести три примера о том, как Иисус Христос, будучи на земле, исцелял множество людей. И мы возьмем только три разных исцеления слепых людей. И посмотрите, как по-разному Он с ними работал, воздействовал, разговаривал. И первое Евангелие – это от Матвея, 9 глава, с 27 по 31 стих. И я не буду перечитывать, там идет разговор о двух слепых, которые кричали «Господи, помилуй нас!». И Иисус спросил их, веруете ли вы, что Я могу это сделать? Вот посмотрите, как интересно. Бог во плоти, Иисус Христос спрашивает людей, верите ли вы, что Я могу это сделать? Если бы эти слепые ответили, нет, не верим, Иисус бы с толпой людей пошел бы дальше, и слепые так и остались бы слепыми. Но они сказали «Да, Господи». И Он прикоснулся к глазам и сказал «Поверь в вашей, да будет вам». Итак, прежде всего Иисус спросил их, верите ли вы, а потом Он прикоснулся к их глазам, и они получили исцеление. И в Евангелии от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха, и там говорится о слепом порождении человека. То есть человек уже родился слепым. И проходя рядом с ним, ученики спросили Иисуса Христа, а почему этот человек родился слепым? Это виноваты его родители или он сам? Иисус ответил, ни родители, ни он сам, не виновные, а это для славы Божьей. И что же он делает тогда? Он, Иисус Христос, плюнул на землю, сделал брение, помазал глаза слепого и сказал ему «Пойди умойся в купальне зируам, что означает «посланы». Этот слепой пошел, скорее всего, его повили, естественно, кто-то, и он пришел в купальню, и масса народов шла за ним и видела это исцеление. И потом, действительно, Бог прославился через это чудо. Третья Евангелие – это от Марка, 8 глава, с 22 по 26 стихи, и там стоит следующее. «В Вевсаиде привели к нему слепого и просили, чтобы прикоснуться к нему». Посмотрите, они не просто привели слепого, а еще и просили, чтобы Иисус прикоснулся к нему. Он взял за руку этого слепого, вывел его за территорию селения, плюнул ему на глаза, возложил на него руки. Здесь не сказано, что первый раз он возложил руки на глаза. Нет, на него. И затем спросил его, видит ли он. И слепой сказал, что видит, но плохо, я говорю своими словами. Потом он возложил руки на глаза и велел ему еще раз глянуть, и слепой стал видеть все четко и ясно. И Иисус сказал ему, не заходи больше в селение, пойди к своим домашним и расскажи им. Три разных способа взаимоотношений Бога с людьми мы наблюдали на примерах исцеления слепых. И это неудивительно. Сегодня тоже живой Бог, Он индивидуально, по-разному разговаривает с людьми. Он не говорит всем людям, Бог, так, идите вот туда, делайте так, становитесь тем-то и так далее. Нет. Он, понимая индивидуальность человека, говорит с каждым на его доступном ему языке. Просуждайте на эту тему, и я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.